Опять вышла погулять. Ой, уточки плывут сюда. Ну, идите, идите сюда. Так хорошо было. Тихо, приятно. Вдруг откуда не возьмись вот эта моторная лодка или как это называется, не знаю. Штука шума надела. Уточки, идите сюда, где ваши утятки. Где ваши утятки? Уже ли это утятки такие взрослые уже стали? Быстро-быстро растете вы. Вода движется. Что-то в последнее время я стала замечать, что мне мешает шум. Не успеешь крылья свои раскрыть, спокойно посидеть на цветочке, как бабочка. Нет, кто-то прилетит и начинает шуметь. или кто-то проезжает мимо или начинает вдруг работать активно. Вот собака лает где-то вот на том берегу. Собака лает. Для чего она лает? Мне вот мешает, нарушает гармонию с природой. Сегодня так хорошо. Такой чистый воздух. Такой легкий. У нас два дня шли дожди. Не постоянно шли, но время от времени этого достаточно, чтобы смыть пыль и воздух освежить. И, кстати, достаточно, видимо, чтобы травка стала зеленеть. А то она в последнее время так пожухла. У нас с самой зимы не было дождей. И вот наконец-то, наконец-то дождались. Как хорошо гулять после дождя. Сонтик рыбаков. Где-то рыбак сидит или спит он. Вот и речка наполнилась водой. А то в последнее время уже практически не оставалась. С воды в русле. Слава Богу. Все возвращается. Ура! Но вот утяток маленьких уже нет. Вот эти уточки. Это бывшие утятки. Ой, наверное, не видно у меня она. Потому что я хочу на них ревьем смотреть не через мой телефон. Ну, извините. Где они? Куда они убежали? Скрылись. Услышали, что тут круто разговаривает. Птички поют, щебетят. Скоро будет солнышко. Пучка пройдет эта. И все будет прекрасно. Да и сейчас прекрасно. Город Изивин, где я сейчас живу. Здесь раньше был замок одного князя, вернее не одного, а последнего князя из Бельгии. Его казнили на Ашафоте во Французскую революцию. И это было последнее княжество Изивина. Здесь очень много замков, очень много богатых домов, сохранившихся. И это делает историю Изивину изумительной, интересной и красивой. А сейчас я гуляю вдоль маленькой речушки. Ой, я забыла, как им знание. Ах, какие лютики! Ах, какие лютики! На той стороне и на этой. Красота солнечная. Солнечная красота. О, соля мило. Ла-лай-лай-лай-лай. Какая прелесть. Лежу в лесу я на поляне нежно-желтых лютиков. Их венчики открыли небу сотни парашютиков. Ажурные листочки шуршат на гибких прутиках. Рисует лето поле на голубых лоскутиках. И золотое море медовых лепестков. Душистою волною ласкается у ног. Рукой перебираю я нежные цветы. И сердце замирает от этой красоты. Возможно, много песен про лютики цветы. А я пою еще одну. Ее услышишь ты. В лесу, когда увидишь желтые цветы, То пропоешь с тоскою мне. О, соля мило. Гуляю вдоль канала. Вот видите, какие здесь деревья, аллеи. И в то же время такой простор. Вот мне жалко, что эта камера не передает того, что чувствую я. А я стараюсь передать, но я не волшебница. Я не могу передать это ощущение простора, такой высоты. И здесь речка. В речке также отражается воздух, небо, облака, деревья. Это как зеркало в доме. Лучше так же для этого нужно, чтобы отражать пространство. И углублять его. Так и речка в лесу. Жалко, что Телегон не может передать этого пространства. Достаточно. Так как чувствую. Что я нашла в дикой природе? Как они называются? Лилии такие, да? А у нас, я помню, мы ходили в лес. На Урале я из Урала. Ходили в лес и находили там, назывались саранки. Но они по-моему белые были. И у этих саранок можно было есть корешки и вкусные луковицы. Как сейчас, помню, мы нашли и почему-то ели. Было интересно все. Вот привычка осталась. Все, что увидишь в лесу, пробовать. Чудесные саранки. Я их так и буду звать саранки. Обратите внимание, как все чисто у нас здесь. Ни одной бумажки, ни одной соринки. Хотя здесь очень много гуляет людей. И на велосипедах они здесь ездят. И ничего нигде не разбросано. Вот стоят такие вот мусорки. Видите? И все аккуратненько сложим. И с камеечкой рядышком можно посидеть. Люди бережно относятся. И к своему труду, и к природе. А вот вам, пожалуйста, грецкие орехи. Это дерево. Грецкий орех. Валнотен. Называется по-ниндерландски. Скоро здесь будет много-много орехов. Они еще зеленые. Зеленые в кожуре. Вот и солнышко беглинуло. Светит и греет. Это пространство, где я гуляю. Вообще-то я направилась в одно кафе. Которое находится в другом городке. У меня просто повод пойти туда. Пройтись пять километров туда и пять километров обратно. Цветочки. Вот как они называются? Я забыла, как они у нас назывались. Здесь они розоватые, а у нас сереневатые. Такие же точно. Сколько бы я здесь не жила, а живу я здесь почти 20 лет. И я все равно сравниваю. Постоянно сравниваю. Как здесь, как там. Как здесь, как там. Не знаю даже, где лучше. Или здесь, или там. Вот, к сожалению, батулейка села, и я лучше не смогу записывать видео на сегодня. А в плане было еще кафе. Такое большое репенье. На днях. Может быть так. Высоченно. Он выше меня. И скоро уже у него созреют цветочки. И появятся шишечки. И здесь даже белочки водятся. Здесь написано, что становись членом натуралистов. Общества натуралистов. И я, наверное, запишусь туда. Видите, какие здесь домики? Что это? Что это? Такое, конечно. Такое, это берешение. Продолжение следует. 2� 2 4 3 5 5 5. Такое помещение, например,